Приветствую вас! Я прочитал ваш вопрос и готов на него ответить. Сразу предупреждаю, что какие-то вещи вам могут не понравиться в том, что я скажу. Но, опять же, надеюсь, что ваше отношение к этому будет адекватное, потому что, надеюсь, опять же, что вы понимаете, что психологическая помощь далеко не всегда влечет за собой только приятные какие-то впечатления, а иногда бывают и неприятные. Итак, мы молодая семья, я старшая жена на 5 лет. Недавно поженились, после свадьбы появился ребенок. Ну, вот поскольку у вас проблемы в семье, да, проблемы с женой, то я бы хотел здесь, конечно, уточнить, сколько лет вы женаты, сколько лет вы знакомы друг с другом. Соответственно, когда вы до брака взаимодействовали со своей женщиной, как она себя проявляла, как она себя вела, что было, что не было, что нравилось, что не нравилось, как вы к этому относились. Это вот такое уточнение, это важно. Значит, соответственно, недавно поженились, после свадьбы появился ребенок. Ну, есть ощущение, что вы, есть ощущение, что вы торопитесь с ребенком. То есть, ну вот, вот, вы поженились, тем более, что вы молодая семья, вы поженились. И то, что вы поженились, не одна женщина, что вы должны были сразу заводить ребенка. То есть, вполне возможно, что вам нужно было немножко подождать, там, пару лет, посмотреть как ваша жена будет вести себя, уже будучи вашей женой, и так далее. То есть, здесь, опять же, момент в том, почему вы спешите. Далее, значит, вы говорите «мы», молодая семья, «мы». Здесь меня тоже настораживает то, что вы говорите «мы», потому что «мы» это кто? Непонятно, кто мы. Есть вы и она. Это да. И вы оба разные люди. Вы оба уникальные, индивидуальные, вы оба личности. И у каждого из вас есть свои, как бы, взгляды, свои желания, свои потребности, свои индивидуальные особенности. И вопрос заключается в том, насколько вы принимаете поведение другого человека. Насколько вы отдаёте себе отчёт в том, почему поведение другого человека по той или иной причине, например, меняется, становится другим, ну и так далее. Итак, последние полгода я начал замечать, то есть, после отчения ребёнка, что жена абсолютно не самостоятельна. И действительно точно она не может принять решение. Она ползает перед любым человеком, с которым контактирует в деловой среде. Раньше я не обращал внимания, но сейчас это начинает сильно раздражаться. Почему? Откуда раздражение? Раздражение – это ваша проблема. Раздражение – это ваша чувство. Это ваша эмоция, не её. Надо понять, почему вы это чувствуете. Почему у вас такие переживания? Что касается жены, то, как правильно после рождения ребёнка, женщина чувствует себя более женщиной. Она чувствует себя более, ну, более беспомощной. Она чувствует себя более нуждающейся в мужской защите. И, соответственно, нужда в мужской защите усиливается с рождением ребёнка. То есть, рождение ребёнка женщину как бы более женственно делает, да? Она нуждается в мужчине больше. И в данном количестве её поведение нормальное, опять же, если вы это поведение подкрепляли. То есть, если вы какое-то время, на какое-то время взяли на себя полностью ответственное для неё, и у неё, у самой нет желания как-то реализовываться в деловой среде, либо как-то отстаивать своё мнение, либо что-то ещё, это значит, что женщина, никогда и не хотя, делала это всегда для того, чтобы обеспечить себя чувством, ну, чувством надёжности, но при этом она всегда хотела перевести это на мужчину. И это означает, что такие у неё семейные ценности, такие у неё свои собственные ценности, которые она, возможно, не осознаёт. Я прочитал ваши примеры, я думаю, что их объединяет одно и то же, поэтому я не буду их зачитывать. Вы пишите далее, она танцует перед любым, и перед любым, кто её что попросят или потребует. Но опять же, если это произошло после родов, она стала более мягкой, то в данном случае это поведение нормально, она действительно перевешивает всю ответственность на вас и решение всех проблем на вас. Это классическое поведение женщины. Причины всегда одни и те же, я не умею, я не понимаю, кто глава семьи. Меня просто покрасили. Ну, вот это вот, да, это вот именно то, о чем я говорил. Но не только это. Об этом я скажу чуть позже. Это такое ощущение, что она отдаст все насытие любому, вот вопрос, ведьма не напрягать мозг или стараться что-то сделать в защиту. А от чего она защищается? От чего она защищается? Вы говорите, стараться не напрягать мозг. А зачем ей напрягать мозг? Зачем ей, по-вашему, напрягать мозг? У меня появляется ощущение, что у меня не жена и ребёнок, а двое детей. Ну, классическая женщина, это и есть ребёнок. Её полностью обеспечивает мощь, всё ответственность не держит. Она только работает по дому и воспитывает ребёнка. Всё. Я всё-таки надеюсь, что виноват в этом я, так как могу поправить ситуацию какими-либо действиями противно в случае развода. А почему такая категоричность в этом? То есть, вы отказываетесь принимать свою женщину вот такой? Я хотел бы, чтобы наш брак был сотрудничественным. Чтобы мы вместе боролись за нашу семью. То есть, вы хотите второго мужика в семье? В данном случае. Что мне делать, как воспитать или освить у супруги чувство самостоятельности и уверенности в себе? То есть, вы говорите, как её переделать, как её поменять, как сделать её другое, не то, какая она есть сейчас. Разве это любовь? Далее. Вы можете задать вопрос. Так что? Все женщины, которые борются в своей семье за, ну, за семью. То есть, это тоже очень интересный момент. Вы вместе боролись за семью. То есть, вы считаете, что семья – это некая борьба. Постоянство. Ваша активность, она заставляет думать, что вся здесь борьба. И если вы в таком же духе пытаетесь своей женщине донести, что вся здесь борьба, то женщина, она не должна бороться. Это мужчина борется, но женщины нет. И вопрос в том, что, может быть, вы её просто запугали тем, что считаете, что вся семья на день – это борьба. Женщина не должна бороться. Еще раз повторяю вам. А вот почему вы решили, что семью на бороться, тем более вместе, тем более в равных количествах? Это очень большой вопрос. Но опять же, если у вас такое стойкое убеждение, если вы в этом убеждении не сомневаетесь, если вы не хотите его менять, возникает вопрос. Но ваша женщина, она была кем до того, как вы поженились? Какая она была? И почему поменялась сейчас? У этого же есть причины. Либо она поменяла свои убеждения и стала по-другому смотреть на вещи. Тогда у вас вопрос. Либо вы принимаете её такой, какая она есть, либо разводитесь. Либо у нее есть причины, по которым она стала так себя вести. Например, возрощая тревожность, страх, давящее чувство ответственности, подавление с вашей стороны и так далее. То есть какие-то субъективные факторы, которые мешают ей проявлять свою активность. И тогда с этим надо разобраться. И тогда да, вы можете что-то сделать, да, это ваша вина, но вы не смогли бы свою женщину подавить, если бы она этого не хотела. Если вы только её активно не принижали и не подавляли. То есть если вы не тиран. Вот. Соответственно, проанализировать нужно, как менялась ваша женщина, что с ней происходило. Исходя из этого, нужно делать выводы о том, какова природа изменений. Если природа изменений естественна, то вам остается только принимать или не принимать свою жену. И тоже интересен вопрос, почему вы однозначно говорите о разводе. Вы её любите, и если любите, то вам нужно принимать её любой. Если вы не любите её, то непонятно, зачем вы вообще тогда создавали семью. Значит, в любом случае нужно отходить от того понятия, что семейная жизнь – это борьба. Более, так сказать, адекватно воспринимать сотрудничество. Сотрудничество – это когда каждый человек делает то, что у него лучше получается. Вам нужно подумать, что лучше получается у вашей жены, и пусть она этим занимается. Какой смысл насторять человека делать то, что у него получается плохо. Так, делая шаги в этом направлении, вы развиваете у человека, у женщины невроз. Опять же, зачем вам это надо? Ребёнка жалко, если вы говорите, что вам жалко ребёнка, то это опять же отговорка, повод для того, чтобы что-то не делать или наоборот что-то сделать. Делать что-либо нужно не ради ребёнка, а ради себя, ради своей женщины. На ребёнка не нужно возлагать ответственность за себя и за свою жену. Потому что если, например, между вами проблемы, то это, так или иначе, транслируется на ребёнка тоже. Вот. Я думаю, что вот так можно ответить вам на наш вопрос. То есть, для начала, когда вы говорите, как воспитать супругу, делать самостоятельность и уверенность в себе, вы говорите, как мне их поменять и сделать такой, какой я хочу её видеть, это неправильно. Во-вторых, если вы знаете, что ваша женщина раньше была уверена и теперь перестала, соответственно, у неё какие-то проблемы, соответственно, нужно в первую очередь спросить её, видит ли она проблему в чём-то, хочет ли она поменять. Если да, к психологу решать эти проблемы. Если нет, вы её предпринимаете такой, какая она есть. Вот. Это по поводу этого. По поводу того, что вам делать. Ищите для себя, что вы чувствуете к ней. Любите вы её или у вас просто партнёр. То есть партнёрку, то, понятно, нужно разводиться. Если любите, то нужно принимать такой, какая она есть. Более адекватно для себя определить понятие сотрудничества и вообще решить, какой вклад именно ваша жена может вносить в это самое сотрудничество. И, как бы, проанализировать вашу установку, что семейная жизнь – это борьба. Потому что непонятно, почему вы женщину хотите привлечь к этой самой борьбе. И почему вы считаете, что женщина должна бороться. И последнее, что нужно сделать – это напомнить себе о том, какие отношения между мужчиной и женщиной, по вашему мнению, должны быть. И соответствовала ли ваша жена этим самым убеждением. Если так, что поменялось. Если да, то зачем спешили. Если да, то как объясняет она, например, свои изменения. Разговаривали ли вы с ней об этом и так далее. Если вы считаете, что… Точнее, если вы не уверены в этом, если вы готовы свою женщину принять в любовь, то, опять же, тогда непонятно, зачем всё это. Но мне кажется, что вы не готовы принять её любовь. Мне кажется, что вы готовы именно на такие ремонтные отношения. И жена ребёнка, жена зависимая от класса, вам не нужна. Но просто считаю своим долгом напомнить вам, что когда оба мужчины и женщины борются за семью, то оба они мужчины. И как и между любыми мужчинами, между ними возникает конкуренция. Возникает конкуренция, возникает соперничество. А значит, возникают конфликты, ссоры, проблемы и так далее. Подумайте об этом. Подумайте, в том ли вы направлении движетесь, к тем ли вы целям идёте, и как бы конструктивными ли вы мотивами движем. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!